Сильный дождь, обрушившийся на Самарскую область в понедельник, установил новый рекорд. Такой объем осадков в регионе последний раз был зафиксирован в 76-м году. Чтобы не только костюмчик сидел, но и документы были в порядке, контролирующие органы проверили работу службы охраны в летних лагерях. Половину дороги доделали, приступили к благоустройству. В Самаре продолжается ремонт перекрестка Московского шоссе и Нового вокзальной. Они делятся опытом, дают профессиональные советы. В Самаре подвели итоги конкурса «Лучший наставник-2019». Полтысячи спортсменов со всей страны приехали в Самару побеждать. Легкоатлетический марафон и велокросс-кантри прошли на спортбазе в поселке Управленческий. Сильный дождь, который обрушился на Самарскую область в понедельник, установил новый рекорд. В двух населенных пунктах региона был перекрыт абсолютный суточный максимум осадков. В Тольятти 5 августа выпало 42 мм осадков. Отклонение от предыдущего значения, которое было зафиксировано в 1976 году, составило 9,6 мм. В Новодевичье вчера выпало 45 мм осадков. Это почти на 16 мм больше, чем было в рекордном 1945 году, сообщили метеорологи. По их прогнозам, дождь задержится в Самарской области как минимум до четверга. Он будет кратковременным и пройдет лишь местами. Тем временем дорожные рабочие уже откачивают воду с магистрали. Непогода внесла свои коррективы в движение транспорта по трассе М-5 «Урал». В районе Платины у Жигулевской ГЭС было затруднено движение транспорта. Там произошло подтопление. Рабочие с помощью экскаватора и трех мото-помп устраняли последствия непогоды. Круглосуточная безопасность. Росгвардейцы проверили, хорошо ли охраняют детей, отдыхающих в загородных лагерях. В «Березках» каждую смену набираются здоровье около 400 ребят. Вместе с контролирующими органами увидеть, как работают системы безопасности, туда отправилась мэрия Ялчан. Свыше 200 камер видеонаблюдения и круглосуточная охрана. У каждого чоповца есть и так называемая тревожная кнопка. С помощью нее можно вызвать подкрепление. В лагере «Березки» два стационарных и два подвижных поста. Чтобы ни у кого не возникло желание пронести с собой запрещенные предметы, охрана всегда на щеку. Естественно, с каждым постом, с каждым человеком у нас связь радиостанции. И если кто-то что-то замечает, то связывается, вызывает усиление. Но таких случаев у нас не было. Лагерь с одной стороны окружается лесом, с другой – озером. За детьми здесь нужен глаз да глаз. Посмотреть, как организована работа по обеспечению безопасности отдыха приехали сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Самарской области. В первую очередь проверяются документы и должностные инструкции. Именно они определяют права и обязанности охранников, меру их ответственности за те или иные нарушения. Также у чоповца должна быть специальная форма одежды и удостоверения. Данные проверки проводятся в ходе мониторинговых мероприятий, основные в момент заезда детей на летний отдых и во время пересменок. В оздоровительном лагере «Березки» нарушений Росгвардейцы не выявили. В Самарской области свыше 50 детских мест отдыха. Все они под надзором контролирующих органов. Мэри Илчан, Василий Колдашов, События. К началу осени будут готовы. Уже совсем скоро жители Ленинского, Самарского и Железнодорожного районов будут любоваться благоустроенными дворами. Как будут выглядеть новые отремонтированные площадки, расскажет наш корреспондент Анатолий Головко. Все замечания жителей учли. В Самаре продолжают благоустраивать дворы по муниципальной программе «Комфортная городская среда». Глава города Елена Лапушкина лично проинспектировала ремонтируемые площадки. Дворы должны быть уютными, красивыми и безопасными. Именно так считают местные жители и сотрудники городской администрации. В Ленинском, Железнодорожном и Самарском районах работа кипит. Здесь устанавливают новые лавочки, освещение, урны, а также обустраивают тротуары, газоны и детские площадки с антитравматическим покрытием. Глава Самары Елена Лапушкина проверила состояние городских дворов. Жители домов с Чапаевской поблагодарили мэра. Мы вам хотим сказать все большие спасибо всем, кто причастен к этой программе. Наш двор много десятилетий не знал ремонта, только раскопки. Мы были все в земле, в рямах, в рытвинах, в разбитом острове. Это огромное президенту и губернатору. Любители активного отдыха и здорового образа жизни попросили у Елены Лапушкиной установить во дворе многоквартирного дома турник. Все, что касается наполнения площадки, это только ваше желание. Чем прекрасна эта программа, комфортная городская среда, это идет от пожеланий жителей. Нужен вам турник? Значит, надо было в протоколе общего собрания, в дизайн-проекте указать этот турник. Стоит отметить, все дворы, которые благоустраивают по муниципальной программе, будут выглядеть по-разному. Например, площадки в студенческом переулке хотят вернуть ее исторический облик. Здесь обновляют роскошные блюстрады, перила из фигурных столбиков. Здесь еще будут восстановлены лестничные лестницы, все марши, все восстановлены. Тут жителями договорились будут вазоны шестигранные, вот в нижней части. Во дворе на спортивной мэр обратил внимание на сараи, которые выглядят неопрятно. Ну вот у нашего тысячи, вот три до тридцатого рыжий, вот мы тоже покрасили, у нас тоже сарай. Крыша провалена, все провалено. Сверху, а что там лежит? Нет, сверху это просто у нас... Это я уберу, я дачу приготовил. Почему я не могу? На дачу приготовить? Я увезу. Что вы приуезжали? Дрова. Сверху лежат? На дачу. Ну а зачем вы эту красоту всем показываете? Напомним, в Самаре уделяют самое пристальное внимание и состоянию городских парков, бульваров, скверов и других общественных пространств. Это стало возможно благодаря реализации приоритетного президентского проекта «Формирование комфортной городской среды». Уже в начале осени жители и гости города смогут увидеть результаты работы и оценить все преимущества проекта. Анатолий Головко, Максим Гусев. События. Стало известно, какие парки, скверы и площади приведут в порядок в 2020 году. В рейтинговом голосовании в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», которое проходило заочно на сайте городской администрации с 31 августа, приняли участие 125 тысяч самарцев. Так, по итогам приоритеты распределились следующим образом. В тройку лидеров попали сквер по улице Овчарова в Красноглинском районе, сквер Александра Невского в поселке Зубчининовка в Кировском районе, территория по улице Аврора в границах от улицы Мариса Тореза и улицы Аэродромная в Советском районе. Ниже строчками в рейтинговом голосовании расположились две крупные территории – парк Щерса в Железнодорожном районе и Ерек-парк в Куйбышевском районе. В Самаре начали сносить павильоны на Кировском рынке. Предписания по вывозу получили собственники более ста контейнеров. Очевидец снял и выложил в сеть, как рабочие сносят торговые ряды с помощью экскаватора. По его словам, уже удалось убрать порядка десяти павильонов, которые находятся вдоль железнодорожных путей. Напомним, что ранее анонсировались планы по строительству транспортно-пересадочного узла у станции Пятилетка. Он будет одним из ключевых пунктов на пути следования электропоезда «Лепеги», «Самара», «Курумыч», «Тольятти», «Южные». Планируется, что транспортный узел будет создан до 2022 года. Отметим, что на Кировском рынке торгуют самыми разными товарами – от продуктов питания до верхней одежды. Продолжается ремонт перекрестка Московского шоссе и улицы Ново-Вокзальные. Половина работы выполнена, и теплоснабжающая организация благоустраивает проезжую часть. Все работы необходимо завершить до 16 августа. Не отклоняться от намеченного графика работ потребовал от ресурсников замглавы «Самары» и руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин на еженедельном совещании по вопросам ЖКХ. Эти работы ведутся в рамках программы подготовки города к зиме. Также во всех районах активно ремонтируются кровли. За качеством и сроками следят сотрудники Департамента горхозяйства и администрации внутригородских районов. Завершается ремонт котельных. Началась выдача паспортов подготовки к зиме. Олег Ивахин дал поручение активнее работать по получению паспортов готовности. А по факту у нас 21%. Мы-то отчитываемся. Вчера на ВКСе цифра, которая идет через электронный ГИС, через электронный ЖКХ, 21%. И вот эти вот районы, по другим районам вопросов нету. Железнодорожный, Октябрьский, Промышленный, Самарский и Советский. Зам главы лично за это отвечают. Ножками к вам идут и все вопросы вот эти снимаете. Всегда на связи. Улицы Крупская и Комсомольская ждут перемены. Они будут благоустроены. Какие работы намечены, местным жителям рассказал глава Самарского района. Наш корреспондент тоже побывал на встрече. Осенью этого года откроют Фрунзенский мост. Одновременно в порядок приведут ближайшие улицы. Этот вопрос волнует местных жителей. Их беспокоит, когда будут посажены новые деревья, как будет организовано водоснабжение их домов и когда благоустройство дойдет до их района. Нам впоследствии надо, чтобы была дорога, чтобы у нас въезды были в наши дворы, потому что у нас машины в каждом, в каждом дворе. Вот нам, чтобы вот это все нам сделали, благоустроили. Тем более такое строительство, такой мост. Мы его ждем. Надеемся на лучшее. В ближайших планах строительство дороги по улице Крупской сейчас же перекладываются коммуникации на улице Фрунзе. Затем она будет благоустроена, как и улица Комсомольская. Я считаю, что любое благоустройство, которое здесь территория нашего района, это принесет пользу нашему району. Здесь будет хорошая дорога, здесь будет мост, большая проходимость через наш район. И это привлечет больше людей в наш район. Будет развиваться и предпринимательство, и бизнес. Мы общаемся постоянно с жителями и выясняем их отчаяние проблемы. Да, понятно, что и проект очень сложный, и он такой масштабный, и всем угодить в один момент не представляется возможным. Тем не менее, мы ищем постоянные компромиссы. Вот сейчас была встреча с подрядчиком моста и тоннели, с представителем Министерства транспорта. Эта встреча не последняя. Уже скоро представители администрации района обсудят с жителями проект благоустройства этой территории. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Сергей Баскин. События. Почти полвека в медицине. Зинаида Данилова – одна из основоположников детской урологии в Самарской области. Женщина провела сотни операций, вырастила целое поколение высококлассных врачей. Сейчас вышла на пенсию. Как складываются будни, Зинаида Борисовна выяснила Мария Левина. Она отдала медицине почти 50 лет жизни. Сейчас варит варенье, но тоже с любовью. Подходить к делу с нежными чувствами – это и есть секрет успеха, делится Зинаида Данилова, заслуженный врач России. За почти полвека сотни операций и ни одного промаха. Маленькие пациенты вырастают и приводят уже своих детей непременно к Зинаиде Борисовне. Именно ей доверяют самое дорогое. Каждый доктор понимает, что такое слава по-своему. Я вам расскажу свое понимание. Это не то, что ты идешь с работы вот с такими сумками, в которых там лежит мясо, масло и так далее. Это не то, что тебя представляют каким-то там грамотом. У меня этих грамот много, но о них никто не знает. Самое дорогое, когда приходит коллега и говорит, прооперируй мою маму или прооперируй моего ребенка. Вот это высшая награда для любого хирурга. Зинаида Борисовна рассказывает, еще в школе прочитала Юрия Германа «Дорогой мой человек» и поняла, что свою жизнь она свяжет с медициной. В институте влюбилась в рассказ профессора Георгия Ратнера, с каким трепетом он рассказывал про хирургию и сделала свой выбор. Я поняла, что этот человек так любит свою работу. Я после лекции подошла и говорю, Георгий Львович, я так хочу стать хирургом. С чего начать? Говорит, во-первых, запишитесь в кружок. Во-вторых, надо ходить на экстренные дежурства, а не на танцы. Но несмотря на дежурство два раза в неделю, Зинаида Борисовна на танцы ходить тоже успевала. Вышла замуж за однокурсника. Врачебное дело стало семейным. Вот у меня, как у женщины, всегда, когда я смотрю на Зинаида Борисовна, меня вызывает такая легкая, так сказать, зависть, что женщина умеет быть женщиной. При этом хирург от Бога. После замужества пришлось переехать, а по возвращению в Самару для нее, как для хирурга, не оказалось места в больницах. Сама судьба отправила женщину в детскую клинику. Я говорю, слушайте, я так детей боюсь. У нас всего три недели был цикл на пятом курсе. Вот детская хирургия для меня такая любовь, огромная, на всю жизнь. Ну вот как к жене. Я к ней отношусь как к жене. А вот есть детская урология, и я к ней отношусь как к любовнице. Вот вы, говорит, запомните, чтобы в Донецке ошибся, такого быть не может. И вы знаете, вот с ее легкой руки я стала работать с детьми. Сейчас рассказывает, жизнь свою по-другому и не представляет. Зинаида Данилова – одна из создателей детской урологии в области, которая стала восьмой по всему Советскому Союзу. Действующие врачи больницы Середавина – ее ученики. Сейчас Зинаида Борисовна на пенсии, но родные стены и больных не оставляет. Ученики Зинаиды Борисовны теперь сами высококлассные специалисты. Говорят, был хороший пример перед глазами. Здесь, в больнице Середавина, они делают уникальные операции. К ним едут пациенты из других городов. А сама Зинаида Данилова считается легендой самарской медицины. Мария Левина, Николай Епифанов. События. В Самарской области подвели итоги ежегодного регионального конкурса «Лучший наставник-2019». Экспертная комиссия, в которую входят руководители промышленных предприятий и представители Министерства образования и науки Самарской области, определила тройку победителей. Первое место занял инженер-технолог и токарь пятого разряда ПАУ Кузнецов Виктор Солдаткин. С лучшим наставником региона пообщалась Лариса Шалафаст. Как читать чертежи, работать с инструментами и управляться со сложными станками, секретами мастерства со студентами делится инженер-технолог Виктор Солдаткин. За его плечами 15 лет трудового стажа, опыт работы на крупнейших предприятиях региона. Не каждый студент сразу готов там поступить к работе, он знает. Но если его хорошо заинтересовать и научить, и показать, что он сможет то или иное сделать, изделие, деталь, соответственно, он уже как бы вникает, ему это становится интересно. Виктор Солдаткин в этом году стал победителем в конкурсе «Лучший наставник». В нем принимают участие предприятия, реализующие дуальную систему обучения. При этой системе два дня в неделю студенты учатся в колледже, три дня работают непосредственно на производстве. Студент уже на втором, на третьем курсе, так как вот на этом предприятии, приходит на рабочее место, за ним закрепляется наставник, он практически уже становится кадровым работником предприятия и учится именно тому, тем компетенциям, тем квалификациям, которые ему потребуются для успешной работы на предприятии. Тем самым сокращается время его адаптации до минимума. Работа по организации дуального обучения в ПАО «Кузнецов» началась четыре года назад. В качестве базовых учебных заведений выбрали четыре колледжа. Определили профессии, которыми должны овладеть студенты. Это токарь, фрезеровщик, оператор станков с программным управлением. Студенты осваивают те технологии, осваивают производство, которое существует у нас на предприятии, и получают первые навыки своей рабочей профессии. У нас ежегодно трудоустраивается порядка 60 человек. Ежегодно проходит по системе дуального образования где-то 120 человек, начиная с второго, с третьего курса. Сейчас в регионе порядка 800 наставников. За ними закреплены более 2,5 тысяч студентов. Большинство из них продолжают трудиться на предприятиях. Самарская область занимает лидирующие позиции в реализации программы дуального обучения, что позволит выполнить показатели национального проекта образования, который ставит задачу к 2024 году. Работать по профессии должны порядка 70% выпускников заведений среднего профессионального образования. Лариса Шлафаст, Константин Головин, События. Научиться плести необычный декор, своими руками создать арт-объект и стать чуть ближе к природе. В одном из самых живописных мест Самарской области, селе Ширяево, прошел традиционный фестиваль «Репин навсегда». В 18-й раз сюда съезжаются самарцы и гости из зарубежья, которых объединяет любовь к искусству. Ближе к прекрасному стала и Мария Левина. Илья Ильич Ильич, дорогой! Здравствуйте! Ну и куда ведь Господь привел нас? А, Каван Алексееву, знаете? А-а-а! Знаете? Вот! Вон, смотрите, на берег вся семья высыпала. Ага. Вас ждут с утра. Ну, вот мы и дома. А дома встречают с песней. У нас какое-то вообще удивительное место, какой-то силы притяжения. Ведь не случайно Илья Фимчин и здесь остановился для поиска натуры на своей работе. У них какое-то такое небо другое, горы другие, вода какая-то более яркая, что ли, сочная. И даже сам дух, вот кто-то сегодня впервые здесь оказавшись, сказал, необыкновенный какой-то, даже воздух он другой. В живописном волжском уголке Ширяева праздник. В честь дня рождения Ильи Репина фестиваль с мастер-классами и театральными постановками. Здесь учат мастерить. Что плетете, мастерите? Мы учимся, осваиваем, да. Это вышивка по филейной сетке. Сначала мы плетем вот такие вот сеточки, а потом натягиваем их в пяльцы и по ним уже вышиваем. И получается вот такое вот волшебство. По всему дворику музей, а он не маленький, растянулись фотовыставка волжских пейзажей и арт-объекты. Не все из них однозначны. Например, вот этот, под оправдывающим себя названием трэш-арт, авторы решили заменить краски старой одеждой. Таких необычных скульптур, которые хочется рассматривать, здесь много. Этот арт-объект называется «Дом наизнанку». Он состоит из 288 вот таких вот маленьких дощечек, на которых взрослые и дети рисуют все то, что накопилось внутри. Начали этот проект еще на фестивале «Чистый репин», но он настолько понравился туристам, что решили не бросать начатое. Ширяево и музей-усадьба Репина не пустуют никогда. Летом здесь особенно многолюдно. За сезон в живописное село приезжают более 10 тысяч туристов, не считая тех, кто облюбовал место для выходных на природе. Самарцы такое соседство ценят. В Тольятти? Как вам вообще? Нам очень хорошо. Мы каждый год здесь бываем, у меня здесь дача, поэтому каждый год приезжают. Приятенца пригласила тоже на праздник. Ну, а такая красота, такая атмосфера хорошая. И вообще, Лея Финч-Репина. Во дворике музея слышна иностранная речь. Сюда приезжают из Германии, Франции. Гости проникаются атмосферой по Волжье и понимают, что выбор места для отдыха художника был не случайен. Мария Левина, Василий Кладошов. События. Легкоатлетические марафоны велокросс-кантри прошли на спортбазе «Чайка» на управе. Примерно полтысячи спортсменов со всей страны приехали в Самару за медалями и отличным настроением. Удалась ли гонка и чего еще ждать любителям ЗОЖ от организаторов соревнований, расскажет Сергей Кизоркин. Команда любителей физкультуры из Самары разминается перед трехкилометровой дистанцией. Ее бегут на легкоатлетическом марафоне «Соколье-горы» и семьями, и корпорациями. Андрей Смолев уже три года как заразился ЗОЖ, поэтому забег для него как экзамен. Его он сдает ежегодно. А в этом году рассчитывал получить с командой золотую медаль. Возраст уже перевалил за 30, поэтому чувствуется, что и метаболизм немножко меняется, и хочется как-то его ускорить, хочется немножечко лучше дышать. Ну, курить бросил уже давно, но все равно этого мало оказалось. Хочется чувствовать себя еще бодрее, веселее. В первый день соревнований на дистанции вышли легкоатлеты со всей страны, порядка 500 человек. Пока это абсолютный рекорд. На следующий день спортсменам пришлось оседлать горные велосипеды и впервые на соревнованиях «Соколье-горы» преодолеть более длинные дистанции – 10, 17, 34 и 51 километр. Пока марафон на велогонку оценивали отдельно, и после финиша призеры получали награды, а участники – памятные медали. Ограничений, практически их нет. Главное, чтобы была справка и страховка. Участников очень много. У нас в этом году с 13 субъектов федерации, и, к сожалению, даже всех участников, всех лидеров невозможно просто узнать. Вот, поэтому, например, на лыжном марафоне у нас победители был прям сюрприз большой, который прилетел с Сахалина. Вот, поэтому посмотрим, как все сложится. Если удастся договориться с Федерацией гребли, то уже следующим летом в акватории «Волги» пройдет турнир по гребле «Соколье-горы». А зимой любителей ЗОЖ ждет классическая традиционная лыжная гонка. И там определится абсолютный чемпион. Сергей Кизоркин, Максим Гусев, События. Настоящим футболистам дождь не помеха. Пасмурная погода не помешала дворовым командам с азартом отыграть областной этап «Лето с футбольным мячом». За турниром наблюдал наш корреспондент. Футбольная команда «Турбо» из Ленинского района Самары готовится к напряженной игре. Ребят не смущает пасмурная и дождливая погода. На кону поездка в Питер. Туда поедут две команды, которые победят в областном этапе турнира «Лето с футбольным мячом». Ребята рвутся в бой. Вся подготовка начиналась года три назад. Команда собрана. Второе место нас никогда не устраивало. А я бы не сказал, что есть какие-то сильные конкуренты здесь. Просто настрой боевой. Для Максима Сысоева это последняя игра в этом сезоне. Ему уже 14, и у него впереди, возможно, профессиональные матчи. А пока, как и друзья по команде, он мечтает о поездке в город на Неве. Отец его полностью поддерживает. С пяти лет играет, участвует в турнирах. Когда побеждает, когда проигрывает. Волнуется, переживает. Говорил, чтобы было спокойствие спортивное, чтобы не было травмы, чтобы победа пришла. Футбол, он как бы мотивирует к учебе, к всему. Областной этап турнира «Лето с футбольным мячом» прошел на стадионе «Локомотив». Чтобы попасть сюда, ребятам пришлось преодолеть жесткую конкуренцию. В отборочных этапах сыграло 18 тысяч подростков. До стадиона добрались 24 команды. А выйдут на федеральный уровень лишь две. Мы видим горящие глаза болельщиков, родителей. А самое главное, мы видим, как хотят наши детки играть сегодня, несмотря на такие непростые погодные условия, готовы играть и побеждать. За 11 лет существования этого проекта более 380 тысяч детей приняло участие. Можно говорить о массовости, наверное, многократно. Футбол является самым массовым в Самарской области видом спорта. После чемпионата мира все знают, что интерес к нему повысился многократно, что люди повели своих детей в футбол на футбольной площадке, новые, в рамках наследия. Самара – это футбольная столица нашего повозжия. Поэтому я считаю, что звездочки всегда есть, только их нужно искать. Финал турнира «Лето» с футбольным мячом пройдет в конце августа в Санкт-Петербурге. Александр Шугаев, Семен Безгинов, Дмитрий Мешканцов. События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нас на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самары Гис» на нашем сайте и в его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok